Одна из самых крупных полок зинов в стране. Малотиражные книги и так называемые зины. Это что-то вроде печатного издания, фрагмента журналов, пересечения современного искусства с полиграфией. В Москве у этого издательства несколько книжных лавок и книжные шкафы в барах города. Зины это от английского магазин. Ну, например, такой может быть. Они могут быть совершенно разные. Мало того, они могут быть веб-зинами. На ярмарке действительно происходит взаимодействие нового вида. Между читателем и автором здесь много необычного. Эти скетчбуки казанец Вадим Гершанов делает буквально у себя на коленках. С юмором, конъюнктурно. Где-то патриотично, а где-то на грани. У него высокий слог соседствует с вообще хренью. Хочется ведь иногда всякие глупости написать, которые чаще приходят в голову, чем умные мысли. Уникальность ярмарки. В одном месте несколько лучших российских издательств. Причем книги без магазинной наценки. То, что мне нужно было, я увидел, нашел. Тем более книга от автора Даль. Большие молодцы, что организовывают подобные мероприятия каждый раз. Но я предпочитаю электронные книги. Ярмарку очень приятно, интересно организовывать. Хорошее место Логово-Казанское. Кстати, книги, что здесь представлены, в городе больше нигде не купить. Пользуя вот такую клевую штуку, мог увидеть разных животных на этой картине. Ну и так далее. Мне кажется, что дочери понравится, потому что она увлекается, она рисует. Я больной, больной. Нахожусь в больнице. 20 лет я больной. Образовательная часть фестиваля в этом году особенная. Книгу под необычным названием «Чурики-макурики. Острово Свияжск» презентовала сама Марина Разбешкина. А народом из Казани давно работает в Москве. Книги 20 лет издали только сейчас. Я вот с 14 лет в Свияжске. И я была так потрясена, попав первый раз в Свияжск, что начала записывать за жителями. А Рашид стал рисовать картинки Свияжские, а другие стали фотографироваться. И мы решили все это собрать в одну книжку, и это получился такой своеобразный фейсбук про Свияжск. Фестиваль продолжается и сегодня. Известно, что в качестве лектора приглашен режиссер Тимур Бекмамбетов. Кстати, в планах организаторов провести подобный книжный фестиваль и зимой. Альбина Слагараева, Александр Лобанов, ТНВ Казань.